Здравствуйте! Хочу предложить вашему вниманию обзор LG L5 2 Dual. Данный телефон попался нам в черно-синем цвете LG E455. Давайте посмотрим, что входит в его комплектацию. Сам смолфон, кабель micro-USB, зарядка, батарейка, гортолон и краткое руководство. Готово. Донбасс. Донбасс. Батарейка здесь Соответственно 1700 мАч Сам телефончик В черном цвете С синим оттенком Сзади матовая крышка Спереди у нас С вами краткое Напоминание, что телефончик На андроиде 1700 мАч батарейка Четырехдюймовым дисплеем И он двухсиночный На передней панели мы видим С вами решетку динамика Также датчик Четыре клавиши Сенсорные Назад, домой, меню и выбор Сим-карт С правой стороны кнопка включения С левой качели громкости Сверху Разъем для наушников 3.5 Микрофон Снизу Разъем Зарядки Микро-USB И также микрофон На задней части У нас с вами камеры И Вспушка Правее внизу Разъем для Две прорези Для динамика Скрываем крышку Тонкая пластик Здесь мы видим С вами Разъем для Микро-SD И две сим-карты Друг на друге Телефончик Прост-тест Вставляем батареечку Телефончик Небольшой Хорошо Крепко Не хрустит Включаю Пока он включается Расскажу Что телефончик Как я говорил Уже 4-дюймовый Матрица Здесь IPS 1000 МГц Процессор Оперативная память 512 Встроенная память 4 ГБ Камера Сзади 5 Мп Вес 100 Грамм Как его Обратили внимание Достаточно Очень яркий дисплей Хороший Контрастный Такого Обратили внимание При первом Включении Он предлагал Не установить LG Программу Итак Телефончик Загрузился Мы с вами Наблюдаем Прекрасный PS-дисплей И вначале На первом Рабочем столе У нас с вами Интернет Почтовик Плеймаркет Камера Везу Как обычный Телефон Контакт СМС Приложения Шторку Додвигаем Нам напоминает Что мы не ставили Ни первую Ни вторую Сим-карту А также Ненавидчивым Предлагает Уточнить Как использовать Программу QuickMemo Делиться Заметками На снимке На экране При помощи Данной программы Также здесь Идет горячее Включение На ярлыках Звук Передача данных Bluetooth GPS Если мы Провольщим Вправо Тут же Предлагает Синхронизацию Ходспот Энергосабережение Самолет Также Предлагает Отредактировать Что можно Включить В том числе Режим Полета Аккаун Синхронизация Соответственно Здесь же Также Обратите внимание Есть Регулировка Яркости Авторегулировка Яркости Отсутствует Из меню Можно выйти На сразу Настройки Посмотрим С вами О телефоне Здесь Предлагает Информацию Первый Сим-карт Второй И Общий Смотрим Нас интересует Версия Андроид Здесь Стоит 4.1.2 Одна из Последних Настройка Здесь У нас Идет Настройка Сим Слот Для Сим-карты Первый Второй Цветовая Схема Передача Данных Разрешить В роуминге Передача Данных Стивные Данные По умолчанию Включение Wi-Fi Bluetooth В передаче Данных Идет График Использования Интернета Настройки Вызов Взвращаемся К 7.1 К 7.2 И Общим Отклонение Вызова Отклонить Отправить сообщение Вибрации Присоединения Вхранить Вхранительную информацию Зарешение Вызова Кнопкой Питания И Сохранить Незнакомые номера Потому что Если вы наберетесь Незнакомым номером Он предложит Вам его Сохранить Далее У нас есть Пункт Еще Еще Тут Спрятан Режим Самолете Сделать Точку Доступа Wi-Fi Общий Bluetooth Модем Через Bluetooth Тоже Можно Сдавать Интернет И VPN Также Мобильные Сети Позволяют На сим-картах Установить Режим 3G 2G Звук Здесь У нас Хранятся Звуковые Профили Звук Только Вибрация Без звука Громкость Можно Настроить Громкость Сланка Звук Удомления Касание Системы И Музыки Других Приложений Здесь Есть Функция Тихий Час Установить Время Выключения Всех Звонков Кроме Будильника И Медиа Приложений Рингтон С Вибро Звонком Что Была Вибрация Также Выставить На разную Симку Мелодию Мелодии Достаточно Много Как Обратили Телефон Достаточно Громкий Его Хорошо Слышно Отлик На действия Вибрация От разных Симок При разных Действиях Тоже Можно Здесь Выставить А также Вибрацию Можно Выбрать Быструю Коротко Повторяющуюся Продолжительную Стандартную И часы Это удобно Это удобно Когда Нету Звонка По вибрации Можно Определить Кто Вам Звонит Или Кто Прислал СМС И так Далее Дисплей Здесь У нас Мы Выставляем Яркость Время Время Отключения Активного Экрана Представлено От 15 Секунд До Бесконечности Автоповорот Можно Выбрать Шрифт Тут Два Шрифта LG Робот И Размер Шрифта Можно Выбрать От Минимального До Максимального Вот Я поставил Достаточно Крупные Буквы Хорошо Видны Шрифт В Главном Экране Настраивается Сама Тема Эффекта Экране Обратите Внимание Достаточно Много Круговая Покрутка Первый Экран После Последнего При Прокрутке Будет Только Книжный Формат То есть Рабочий Стол Всегда Отравится В Книжном Формате И Здесь Резервное Копирование Установление Резервной Копии В конфигурации Приложения Виджетов И Темы Блокировка Экрана Способ Блокировки Экрана Провести Пальцем Установить Пароль Установить Обои Часы Ярлыки И ярлыки На экране Блокировки Сведения Владельца Таймер Блокировки От 5 До 30 Минут Кнопка Питания Отключается Отвечается Мгновенно Здесь Можно Выставить Отключить Далее У нас Разделают Карта Памяти И Телефона У нас Здесь С вами Было 4 ГБ Доступно Но Оно Зарезервировано Под Систему И Сейчас На данный момент Как вы видите 1.92 ГБ Всего Доступно Для пользователя Ну Благо Есть Плотник РСД Поэтому Можно Спокойно Расширить Память Аккумулятор Здесь Мы можем Выставить Проценты Чтобы В правом В углу Было Видно Более Точно Включить Энергосбережение А Также Ориентировочно Посмотреть Ожидаемое время Используем 2 часа 17 минут Показывает Данная программа Конечно Это все Условно Но Более-менее Можно Ориентироваться В приложениях У нас Здесь Показано Какие приложения Загружены Какие На данный момент Работают И Собственно Все Приложения Напомню Что Многие Из них Предстановлены И Стереть Нельзя Далее Аккаунты Инхронизация Здесь Социальные Почтовые Аккаунты Собраны В одном Месте Доступ К информации Здесь Мы Разрешаем GPS Определение Вашего точного Местоположения Доступ К геодатам В приложении Использование Местоположения Сети Вайфа И мобильной Сети Вкладки Блокировка Мы С вами Здесь Отображаем Пароль Когда Набираем Разрешаем Установку Приложения Не из Play Market Доверяем Доверенные Учетные Записи Уставлены Али Сертификаты Центр Сертификации И Можно Снять Их Из Памяти Дальше У нас Идет Язык Клавиатура Здесь Выставляется Язык Клавиатура Убирается По умолчанию И настраивается Она же Голосовой Поиск Превреждение Текста В речь И скорость Указателя Следующий Пункт Резервное Копирование И восстановление Резервное Копирование Данных Приложений Паролей Вайфа И других Настроек В Google На серверах Google Также Сохраняя данные Аккаунты Можно На Обратили Внимание На самой Карточке Австов Восстановление Настройка Система Быстрая Кнопка Позволяет Вот эту Маленькую Кнопочку Настроить Не только Квикмемо Ее можно Вызывать Но и другие Приложения Дата Время Настройка Времени Часовой Формат 24-12 И выбор Форма Даты Специальные Возможности Тут Приложение Talkback Проговаривается Действие Телефона Для помощи Слепым Пользователем Или С ослабленным Зрением Предлагаю Система Историю Также Здесь Оставляется Крупный Текст Завершение Вызова Клавиши Выключения Автоповод Экрана Произносение Паролей Вслух Производение Текста Задержка Прикосновений Установить Вебсик Скрипты В данном Случае Запрещено По умолчанию Следующий Пункт Подключение К ПК То есть Здесь Мы показываем Тип соединения Только Зарядка С USB Запрос При подключении То есть Он будет Спрашивать Как использовать Как модем Как флешку Как зарядку И Также Можно Получить Запрос На подключение К Wi-Fi И Пище Сил Следующий У нас Опс Разработчика Тут Напоминает Что Если Нужно Быть Аккуратно При Здесь Может быть Нестабильная работа Телефона Быстрая Разрядка В основном Здесь Пароль Крезерной Копии Можно Выключить Дело Так Чтобы Никогда Не Выключался Экран При Зарядке Защитить SD-карту Отладка USB Ну И Так Далее Хотел Тут Также Размер Масштаб Анимации Отключить Аппаратное Ускорение Обработка 2D Я рекомендую Сюда Не заходить Без особой надобности Поэтому Как Может Снизить Производительность Телефона И Последняя Функция О самом Телефоне То есть Мы Здесь Были Здесь Информация Обновления Программного Спечения Индификация Телефона Аккумулятор Сведения Аппаратного Оснащения ПО Углы Обзора Данные Телефонщик Очень хорошая Это Видно Сейчас На максимальной Яркости Но Достаточно Ярок Вот Даже Сейчас Видно Как Отображение Идет На стол Итак С приложениями Стандартные Идут Гугл Приложения Интернет Браузер Календарь Калькулятор Камера Настройки Обновления ПО Радио Сотовое Вещание Телефон Управление Файлами Здесь Стоит Встроенный Файловый Менеджер Часы Будильник Чат Угу Хрон LG Клуб LG Информер Плеймаркет Полярец Вьювер Просмотрщик Ворд Эксель Использование Телефона Как Пундитуционное Управление Программа Для Сохранения Информации Смарт Уолт Лжи Смс И Ютуб При Желании Программ Не так Много Можно Установить С Плеймаркета Гораздо Более Программ Также Здесь Обрат Внимание Здесь Есть Сразу Раздел Загрузки И Виджеты Камера Как я Говорил Здесь Пяти Мегапиксельная С Авто Вспышкой Здесь Реклама Нажмите Удержите Иконку Для Отредактиров Быстрые Клавиши Получить Для Получения Фотографии Хорошего Качества Убедите Что Объектив Фотопората Чистый Легкие Такие Напоминалки От LG Как видите Фотопорад С автофокусом Обратите Внимание Что Несмотря На 5 Мегапикселей Мы Сфотографировали Коробку Мелкий Шлиц Хорошо Разбор Разборчиво Видно Можно понять Что здесь написано Конечно Не самая лучшая Четкость Но Тем не менее Можно разобрать Что написано Для фотографии Документов Телефон Подойдет Подрезюмируем Что Мы Сегодня Посмотрели Увидел Этот LG Компактный Удобный Телефончик На Две Симки С неплохой Камерой Достаточно Быстро Открывается Показывает На Андроиде Хорошим Ярким Дисплеем Небольшого Размера И 2,7 Большое спасибо Что были с нами Комментируйте Подписывайтесь Всего вам доброго До свидания Продолжение следует...